Всем привет друзья! На канале Семёй Поддобный. У нас сегодня много радости, судя по движению в доме. Значит, наконец-то мы выносим отсюда вот эту лавку. Лавочку мы выносим. Торжественно. Она нам отслужила. Вот эта лавка появилась здесь раньше, чем этот дом. Потому что... Давай, пока здесь 8. А, или давай, открываем. И сразу в гараж сюда вынесем. Потому что дали славки у нас появились новые стулья. Сейчас мы вам покажем, какие мы стулья приобрели. Давай, показись. Вот они, шикарные стулья. А ну, покажи. Раз так. Короче, мы выбрали вот такие стулья. Они очень практичные, легкие, недорогие. Можно вот так ноги. Пас профиль. Да. В общем, это не реклама стулья. Просто они реально, ну, нам подошли и подкрыли. Раз такое производство, а конструкция как у Икеи? В Закарпатье делают. Мы заказали, новая почта нам прислала. Причем прислала первый раз продавец. Вот. Там, ну, в общем, были какие-то царапины еще. Да, отправили назад. Она через неделю нам прислала опять. В общем, мы взяли целый комплект. И у нас за вот этот стол помещается... Ну, мы... Сколько? Что мы взяли? 8. 8 и было 2. 10. 10 стульев у нас помещается за столом. То есть 10 человек мы можем разместить вот за этим столом. А что это у вас такое? Чем вы играетесь? Робот-пылитоп. Да, это еще одна наша прикольная штука. Робот-уборщик. Короче, он тут ездит, гоняет. Клин-робот! Короче, детям так нравится. Робот гоняет. Аккуратно не задавите робота. Так. В общем, дети играются роботом. А мы носим стулья. Все? Все? Да, вот такой вот у нас появился. Да, 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 да. Вот такой вот работенок. Заказали на сайте Нью Чик. Нью Чик. Сколько стоит такая штука? 50 долларов. Мы уже там заказывали, поэтому сайт нам понравился. Вот мы еще там заказали. Да. Посмотрим, как он будет убирать. Интересно. Но детям точно нравится. А вообще это была моя мечта, я очень хотела, потому что в доме поубирал, а потом какая-то мелочь, пыль, какой-то там песок занесли. Ну все, что я с улицы принес, все здесь. Каждый день нужно подметать, а так мы будем сидеть, отдыхать и балдеть, пить квас сейчас будем. А здесь у меня строится терраса, я сейчас как раз оттуда, сейчас колочу гвозди. Так, давайте пить квас. У нас сегодня в напитках квас домашнего производства, а что за квас? Ну вообще, значит, есть такое вот ситик квас, производят они. Короче, сам колопутсаешь, вода, сахар и вот этот солодовый какой-то экстракт. В общем, получается квас, если пили арсеньевский квас, вот почти то же самое. Очень вкусный и дешевле, чем покупать. И сахар можно на вкус положить, то есть я, допустим, люблю более сладкие. Хвастное сусло. Это такая водичка какая-то, да? Не, ну типа как солодовый экстракт. Желе какое-то, да? Такое вот оно. А это еще там какое-то? А вот это что? Не, оно больше на варенье похоже, чем на варенье. А это что за порошок? Это дрожжи, а это лимонная кислота. И на сколько литров вот это? 5 литров вот это. Пачка 1 на 5 литров, да? 25 гривен? Э, Марта, не пей. 25 гривен на 5 литров. 25 гривен на 5 литров, слышишь? А арсеньевский квас или 1,5? 1,5 литра стоит где-то. 20-25. Ну, то есть 1,5 литра, ну, то есть 1,5 литра. А во вкус очень? Да, вам почти одно и то же, да. Наливаем. Ну, и своя рецептура там, как я его делаю. Давай, я продегустирую. Ну, я уже целый день его дегустирую, мне очень нравится. Смотри, какой, уууу, кристалли. И очень легко делается. Ааа, прокладный, классный. Рекомендую. Классно что-то. Уже вторую бутылку пьем. Я думаю, что после вот этого класса мы уже покупать в магазине не будем, мы будем просто сами его делать. Так, еще хочу пару слов добавить о этом квасе. Как же его все-таки делать? Такая вот красивая упаковочка. Так, и здесь на украинском языке написано. Так, ну, кто понимает, может прочитать. А так объясню. Значит, все очень просто. Нужно просто смешать квасное сосло, лимонную кислоту и дрожжи. Так, и сахар добавить. В общем, вот это все смешать в теплой воде, перемешать и поставить в теплое место постоять. 12 часов, 10-12 часов, а потом холодильник на 4-7 часов для дозревания. Сначала все это смешивается в пятилитровом бутле или шестилитровом, а потом разливается по бутылочкам. Так что вот такой вот супер вкусный квас получился. И мы с удовольствием пили. Будем делать еще. Очень понравился. Так, вот все ингредиенты просто смешать в теплой воде, еще добавить сахар и все. Немножко стоит и, в принципе, утром, если вечером сделают, то на следующий день уже можно купить домашний квас. И очень вкусный. Контакты, где можно приобрести такой квас, будут под видео. Так что можете обращаться, заказывать себе. Марк, что ты там делаешь? Там накушаешь что-то? Бутерброд с маслом? В общем, теперь робот будет работать, а мы будем... Робот работает, мы на стульях пьем квас. В общем, то, что надо. Так, ладно, я допиваю квас и иду в сад. Ну, в смысле, строй террасу. Эх, прокачусь! Эх, прокачусь! Давай, катай своих друзей. Оп, прокачусь! А, выпал, я, кажется, выпал. Опа! И чашки. В общем, здесь кнопочка включить-выключить. Вот здесь открывается. А вот здесь как-то... Или что ли? А, вот. Это он уже там напылесосил, да? Да, это мы... При том, что мы сегодня подметали... Да, тут пыли. О-о-о-о. А фильтры никакие менять не надо, да? То есть оно все моется, чистится. А, вот. То есть все просто высыпать нужно. Пысочек и пыль. Напылесосил. Ну, правда, шумный. Шумный, честно говоря. Нет, но если мы... Сами по себе шумные. Супер! Не шумнее нас, однозначно. Ну, если... Можно выйти с дома, оставить, он будет убирать. Придешь уже чисто. Да. А если ты ложишься спать, то, конечно, он шумный. Да. Если дома тихо, значит, надо его выключить. Я видел просто бесшумное. Но они, видать, стоят там по 100 и больше долларов. Там, наверное, не по 100, а по 200 и по 300. Есть бесшумное. Да, ну, в общем... Да, бюджетный вариант. Нам хватит. Немножко шумит. А, покажи, какая у него привода. Ну, как у машинки, видишь. Дервынь, дервынь, полёсики. Всё просто, ничего... Работает, как пылесос, да, вот здесь? Ага, потому что я видел такой с веничками, такие венички у него крутятся здесь. И он собирает, тихонечко собирает. Ну, то, конечно, крутые. Ведет попроще. Но тоже классная штука. Ну, ещё про робот хотела тоже добавить, что работает он минут 40, а заряжается, это чуть больше часа. Ну, и заряжается он вот таким вот проводом, который был в комплекте. Это стандартный разъём, а вот этот вот сюда вставляется. Лампочка вот эта начинает моргать. Когда перестала моргать, значит, уже зарядился. Ссылка на пылесос будет в описании в видео, так что заходите, смотрите. Идём на сбор урожая. Сейчас у нас будет ужин, и мы к ужину хотим насобирать укропчик и лук. Вот у нас лучок. Марта попросила лук, будет кушать. Да? Да. Осторожно, осторожно. Я ещё один лук. Добрый. Так, и вот наш укропчик. Всё полито у нас. Я буду тоже истыривать. Давай. Аккуратненько так. Оп. 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 Ось. Давай, я тебе ручку підстави, я тебе буду подавать. Вот так. Вот так, тримай. Детки кушают клубничку, да? Клубничку. Дям-ням? Да. Десерт? Да. А, здесь ещё. На. Вкуснятина. Да. Ну что, идём картошку запекать, да? Да. Так, насобираем ещё руколы. Дай. Очень полезная травка, мне очень нравится. И мне тоже. И деткам понравилось. А ну покажи, как ты кушаешь. Козочка. Ам? Вкусно? А я ем клубнику. Ммм, молодец. Хорошо, когда есть своё. Возле дома растёт. Пошёл, насобирал и можно кушать. А-а-а! Так. Помощница. Помощница, да? А вот у меня зелень с сыром. Идь подивайтесь на два. Так. Наши угли почти готовы. А вот это запечённая картошка будет у нас с салом. Очень вкусное блюдо. Знакомые нас угостили такое. И мы теперь вот тоже будем уже несколько раз уже делали. Очень понравилось. Так что будем запекать. Так, ну что, угли готовы. Можно ложить картошечку. Марта, тут уже горячо. Так, достаем наш картошечку. О, лапка, слышишь сразу. На запах. Так, ну давай, крупным планом. Я буду. Я буду. Что у нас здесь получилось? Так ты шо, с румянцем. Ай-яй-яй-яй. Ням-ням-ням. С савом. А лук ложила? Нет. Ещё надо лук ложить. Я двери разбирал, пропустил это всё. Действо. Но лук туда обязательно надо ещё. Тогда ещё вкуснее. Укропчик. Ну, можно и сейчас добавить. Смотри, как лапка на картошку, да? На сало. На сало. Всё. Подавай на стол. Какая вкуснятина. Какая вкуснятина. Вообще класс. Мама лапка пчихнула. Обалденно. Слав. Укропчик. Ура. Огурчик. Огурчик домашний. Марта. Лучок. Укропчик. Лучок. Укропчик. Вот это блюда. А, это сыр с улугуни. Сыр, сыр, сыр. Мне больше сыра. А мне на сыр? Пища богов. А мне на сыр? Дайте лапки что-нибудь, она так просит. Лапуся. Ой, а запах, запах пошел. Овощей. Класс. Ну что, наливай класс. Под домашний классок. Что, что надо? Овощей. Класс. Класс. Вы будете к вас? Да. Да. Ну что, за хороший день. Ну что, за хороший день. Все, домашний классок. Супер. Все, всем приятного аппетита. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. 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 Ой, как вкусно. Настоящее кафе. Субтитры сделал DimaTorzok